Обычному одесситу сложно в полной мере представить себе значение слова мультимиллионер. Еще сложнее вообразить, какой может быть жизнь украинца в таком статусе. Но давайте попробуем. Вряд ли такой человек работает с 8 утра до 8 вечера 5 дней в неделю. Скорее всего, он владеет масштабным бизнесом и, вероятно, самым разнообразным. Например, в сфере торговли, строительства или туризма. И не только в Украине, но и у других стран. Конечно, он не ютится с семьей в старенькой квартире аварийного дома памятника архитектуры. Нет, у него должно быть много красивой элитной недвижимости. Наверняка есть и виллы, и даже яхты. Но не факт, что имущество и бизнес оформлены на него. И Украина или другая страна получают хоть какие-то налоги от такой масштабной деятельности. Да что там. Уверены, что живет наш среднестатистический украинский мультимиллионер не где-нибудь в Одессе, а, например, в Лондоне. Сложно представить, что семейный праздник, к примеру, годовщину свадьбы, он отмечает дома, благодаря Богу, за накрытый любимой женой стол и школьных друзей за ним. Нет. Думается, он отдыхает где-то на лазурных побережьях, в окружении самых знаменитых и востребованных артистов и певцов. Вот представляете себе, сидите вы дома в окружении своей семьи, в маленькой квартирке на Молдаванке, рядом любимая жена, друзья, коллеги с работы и знаменитая ведущая или какой-нибудь такой крутой рок-певец. Но вернемся к нашему мультимиллионеру. Отдыхая на лучших курортах Европы, он продолжает управлять немалым бизнесом и в роли серого кардинала, возможно, к каким-нибудь украинским городом-миллионникам. И при этом в СМИ пишут о нем примерно так. Поиск фотографий этого человека в сети интернет дает ссылки на пару старых и не слишком четких снимков. Его полная биография неизвестна. Да и официально он никто. Нет никаких должностей, нет бизнеса. А значит, нет обязательств, никаких налогов ни в казну Украины, США или стран ЕС. Никаких упреков со стороны сограждан на улицах города и, как ни странно, никаких вопросов со стороны посольств других стран. Хотя по обе стороны границы все все прекрасно понимают. Но почему-то от этого понимания в жизни мультимиллионера ничего не меняется, как и в жизнях обычных одесситов.